Это у нас случай производное произведение 12 Функция, интервал и наименьшее значение функции от нас хотят Формула-то выглядит у нас так Производное произведение, вот видишь, вот это кусок Это у нас два слагаемых, вот первое слагаемое и второе И при этом первое слагаемое состоит из произведения Из двух частей, вот условно первый множитель у, а второй множитель в Формула звучит так, если мы берем производное произведение Это будет у штрих в плюс у на в штрих У в, у в запоминается так, сумма между ними Производное в первом случае, производное во втором случае И поехали Игрек штрих Так, еще одну формулу запишем Ну, мы знаем, что если х в степени n Производное, да, то у него будет n сваливается наперед И х становится на единицу меньше в степени Вот, а если тут будет еще плюс что-то или минус что-то Ну, в принципе, то же самое будет Вот если у нас минус какое-то число Мы говорим, что мы это хотим Штрих Тоже сваливается вперед И тут будет х минус а в степени n Все то же самое Поэтому поехали Поехали Значит, сначала я пишу у штрих То есть, вот первый множитель производное Значит, как? Двойка сваливается вперед Х минус 9 в первой степени Так, это у штрих Теперь в В без изменений Значит, ничего не делаю по формуле Потом плюс Потом у переписываю без изменений Ничего не делаю И второй множитель Второй множитель А, второй множитель я должен взять производную Производная вот этой вещи Давай отдельное напишу У меня получается Х плюс 4 Штрих, да Ну, это сумма Поэтому Производная это и производная Производная х это единица Производная четверки это ноль Так И получается это просто единица То есть, вот здесь мы пишем Производная вот в штрих Это получается просто единица Единица Ну и минус Производная четверки это ноль Понятно Ну и все Теперь что делаем Вот принцип производного мы нашли Ну тут она Считаю, что я считаю Упрощенная Теперь Прежде чем Найти точки Моя задача Как бы решить неравенство Вот я говорю Я сейчас буду решать Неравенство Вот я говорю Ставлю больше нуля Следующий шаг Первый шаг Нашли производную Упростили Ну тут в принципе и так Все нормально Не надо умножать там скобки Раз это глупость Это не надо Только усложнить жизнь В этом случае Обычно когда вот Такой вид Мы что сделаем Для решения неравенства Наша задача Разложить на множители Чтобы использовать метод интервала Поэтому на множители Тут удобно очень раскладывать Видим, что у них есть Общий множитель Х-9 И я его выношу за скобку Скобки остаются Вот это у нас было Первое слагаемое Это второе Третьего нет Х-9 забрал В скобках пишу, что остается От первого слагаемого У меня осталась двойка И х плюс 4 Вот так Желание есть Можно даже сразу Как говорится Умножать Умножать То есть осталось Что? 2х Плюс 8 Вот Если я сразу Пишу Понятно А от этой скобки Ну единица И считают Что есть Что нет Х-9 забрал Но их было Две штуки Поэтому еще Х-9 осталось Тут даже Никаких скобок В принципе И не нужно Плюс Потому что Понятно, да? Все Это у нас Неравенство решаем Ну вот здесь Единственное Упростим Будет 3х Минус 1 Все В принципе Неравенство готово К тому Рисовать картинку И вот мы Следующим шагом Сейчас будем Рисовать картинку Рисуем Картинку Для картинки У нас Есть Думаю Могу Маленькое Уравнение Решить 3х Минус 1 Равно 0 3х Равно 1 Равно Значит 1 треть Так Вторая точка Будет 1 треть Две точки У меня Запись Стандартная Стандартная То есть Плюсик Тут Плюс Плюс Значит Нету Отрицания Х Поэтому С плюса Начинаем Плюс Минус Плюс Так 716 Ну вот видим 716 Это вот сюда Он попадает Возрастает Убывает Возрастает Функция Так Значит Вот видим Вот в этой Точке У нас Наименьшее Значение Наименьшее Считаем Значит Последним Шагом Средним Шагом Мы считаем У от 9 Так Подставляем Ну даже Видим Если мы Девятку Сейчас Подставим Тут Ноль Будет Да Так Получается Ноль Квадрат Умножить И умножить Там На 9 2 4 Минус 4 Ну вот это Ноль Хоть на что Умножать Все равно Ноль Да Минус 4 Будет Ну Минус 4 Вот это Наш Ответ Минус 4 Вопросы Все понятно Пока Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...